Это очень важно, чтобы мы с вами приобщались к культуре благодаря нашим акциям, нашим проектам. Охват участников все шире, интерес все глубже. Культурный дневник школьника в этом году вели учащиеся из всех 24 муниципальных образований региона. Мы вовлекаем детей в культуру и искусство через игровые форматы, онлайн-офлайн акции, различные проекты. Мы позволяем детям общаться с наставниками в области культуры и искусства, знакомим их с библиотечным искусством, музеем, театрами. Участникам проекта мастер-классы и творческие встречи. Еще дети в любой момент могут зайти на портал культуры для школьников, где собраны лучшие произведения искусства. А также представлена культурная афиша со всех регионов России, благодаря чему ребенок всегда знает, что можно посмотреть, будучи в гостях. Доступно, удобно, а главное, безопасно. В ближайшее время предстоящая акция в рамках нашего проекта – это культурный марафон, который стал уже традиционным ежегодным. В этом году он посвящен моде и технологиям. И хотелось бы, чтобы Ульяновская область, как и раньше, оставалась в лидерах проекта. Открывая для себя целый мир под названием «Культура», многие дети сами начинают творить. Другие участники с творчеством давно на «ты». Для креатива в культурном дневнике тоже найдутся страницы, а самых прилежных ждали заслуженные награды. Мы с классом ездили на всякие экскурсии и на другие мероприятия. Я тоже делала проект на тему про Сингелеевские горы. Тоже ездила рассказывать и тоже получала грамоты. Награды для победителей, по их словам, стали приятным сюрпризом. Но главное – это обилие увлекательных событий и ярких впечатлений, связанных с нашим регионом. Ульяновская область хорошо показала себя в масштабах страны. А интересный проект обязательно продолжится. Впереди много интересных открытий, которые участники обязательно занесут в свой культурный дневник. Вера Мещерякова, Алексей Юферев, репортер 73. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!